Программа Конструктор Джулеви. Построение пиджачного воротника с помощью макрокоманд и вручную. Часть 2. Построение воротника вручную. Если набор готовых макропостроений программы вам не подходит, можно вручную выполнять построение узла лацкан-воротник любой сложности с помощью различных функций работы с лекалами. Горловину на спинке уже углубили в предыдущем примере. Это видно по тени лекала. Выключаем видимость контура тени, блоки видимости и чувствительности контуров. Схем таких построений много и на примере методики Мюллер выполним построение воротника пиджачного типа. Построим на полочке припуск на полузанос на застежку. Для этого сместим участок борта по оси Х влево. Но так как средняя линия состоит из трех участков, нужно нажать и удерживать клавишу Shift на клавиатуре и указать три участка борта по часовой стрелке по обходу контура полочь, то есть снизу вверх. И ввести ширину полузаноса, то есть величину смещения влево на 2-3 см с минусом, так как смещение по оси Х влево идет в отрицательном направлении. И очень важно включить режим смещения без деформации смежных участков, чтобы не допустить деформации участка горловины и низа вслед за смещением борта. И тогда будут достроены по краям борта два новых прямых участка замыкающих контур. Построим прямой участок между точками, как внутренний контур. Это линия середины полочки. Нужно углубить горловину полочки на 1 см. Построим такую линию командой эквидистанта по нескольким участкам в закладке линии. Указать первый ограничивающий участок, затем участки горловины, от которых и будет выполнено построение параллелей, и второй ограничивающий участок. Щелкнуть правой клавишей мышки и ввести величину отступа эквидистанты 1 см. Внутрь контура, значит положительный знак по принципу швов. Командой моделирования отрезок лекала отсекаем лишнюю часть контура, указав линию разреза и оставляемую часть лекала. Включив блоки видимости тень лекала, можно посмотреть, какой вид имели лекала полочки и спинки до выполнения углубления горловины. Выключаем видимость тень лекала. Уровень перегиба лацкана устанавливаем по модели. Например, командой вставить точку по нормали, установим точку от конца нагрудной выточки на перпендикуляре к линии ползоноса. И теперь можем эту точку еще сместить командой смещения точки по кривой, например, на 2 см вверх. Здесь по часовой стрелке положительное перемещение. Отложим на продолжение линии плеча отрезок высоты стойки командой закладки линий отрезок заданной длины. Но для построения касательной к плечу из конечной точки нужно определиться в программе, какому из двух участков в этой конечной точке мы хотим построить касательную, либо к горловине, либо к плечу. Поэтому нужно нажать и удерживать клавишу контрол на клавиатуре и указать точку рядом с точкой именно участка плеча. Вводим высоту стойки 2 см с минусом, так как знак определяется для этого типа построения по правилу часовой стрелки, именно для касательной. В данном случае против положительного обхода контура. Проводим по созданным точкам линию перегиба лацкана. Вспомогательный участок стойки можно удалить, чтобы он не мешал дальнейшим смещениям точек. В блоке измерений так называемой алгебры швов измеряем длину участка горловины спинки. Вызываем результат промера по всей разводке и заносим данную пофер. Теперь продлеваем линию лацкана на эту величину командой сместить точку в направлении на. Указываем направляющий участок рядом со смещаемым концом и вызываем величину смещения из буфера. Знак величины здесь остается положительный для удлинения участка по касательной в конечной точке. Для укорачивания знак был бы минус. Найдем точку пересечения линии перегиба лацкана с линией плеча. В команде поиска пересечений первой указываем участок, на котором ожидается точка. Разрезаем линию этой точки на два участка. Теперь верхний участок нужно повернуть на величину ширины отлета воротника без стойки. Как бы перегнуть воротник? В данной методике построения Мюллер есть зависимость величины этого отворота отлета в соответствии с высотой уровня перегиба лацкана. Выбираем команду поворота участка, указываем центр поворота, поворачиваемый участок и точку отсчета поворота. Положительная величина вводится для поворота по часовой стрелке. Выполним дополнительное построение. Проведем соединяющий отрезок между плечом и линией перегиба лацкана и поделим его на две части. Поставим точку на пересечении линии лацкана с горловиной. Построим вспомогательный отрезок как касательную будущей линии горловины воротника. Проводим эту линию горловины воротника командой произвольного рисования создать новый контур. Первая точка. Потом укажем вспомогательную линию касательной и щелкнем один раз клавишей пробел, чтобы здесь, возле конца линии горловины, установить контрольную точку, сдерживающую форму линии при различных деформациях и еще и привязанную в то же время по всем размерам к нашей вспомогательной линии. Далее указываем точку рядом с начала плеча, немного заходя на плечо. И тоже щелкнем клавишей пробел для получения точки здесь. А вот далее просто проходим по линиям изгиба горловины полочки, повторяя эту кривизну, и доходим до точки перегиба лацкана. Щелкнем правой клавишей мышки и выбираем тип созданного контура внутренний. Сначала построим по перегибу лацкана точку для отсчета ширины лацкана. Согласно задуманной модели, оформим линию лацкана. Но очень тяжело вставлять точки не по кривизне замкнутого главного контура, где мы знаем правила обхода по часовой, а именно на незамкнутых отдельных контурах. Здесь и с направлением положительным трудно поделиться, и много линий, контуров разных типов. Они сходятся в одну точку. И тогда нужно либо постоянно отключать какие-то мешающие контуры в блоке видимости, либо переделывать команду повторно с противоположным знаком и так далее. Так вот намного проще, работая с большим количеством внутренних контуров, использовать команду так называемого циркуля. Поставить точку на пересечении линии с воображаемой окружностью, то есть как бы поставить засечку на линии. Указываем точку отсчета. Это центр воображаемой окружности. Указываем линию, на которой требуется вставить точку, и точку, задающую направление относительно центра окружности, ведь любая прямая пересекает любую окружность в двух местах. В данном случае ставим точку на 3 см по линии. От этой точки построим отрезок перпендикуляра длиной 8 см, знак минус. Построим отрезки от лёта влацкана, а также раскепа и конца влацкана. Такой же командой пересечения окружности с линией поставим точку на линии раскепа на расстоянии 4,5 см или любом другом расстоянии согласно модели. Построим из этой точки участок конца воротника именно произвольным отрезком, щелкнув просто в экран, а это пустое пространство, а не какие-то линии или точки лекала. Так вот, именно этот щелчок в так называемую пустоту экрана не имеет градации. Здесь нулевая величина приращения, тогда как другой конец линии градирован согласно градации указанной точки. То есть, если выполнить прокрутку размеров в нижнем окне экрана, здесь для просмотра нужно удерживать курсор в окошке размеров. Видим как бы движение всех точек и участков по размерам. А вот именно эта точка, произвольно указанная в экран, застыла в одном и том же месте. Здесь нет размножения. В данном случае рекомендуется другой прием построения. Поэтому выполним откат, отмену последнего действия на экране. И построим, например, сначала горизонтальный отрезок фиксированной длины по модели. Здесь 4 см. А теперь просмотрим линии в разных размерах с помощью нижней прокрутки. И мы видим нормальное размножение линий по всем размерам. Плывущую линию вместе со всей конструкцией. Желательно возвращаться в базовый размер после такого просмотра нижней прокрутки. А теперь произвольно провернем этот участок, задав желаемый наклон конца воротника. Таким образом, сформированы линии лацкана и конца воротника именно на поверхности полочки, чтобы сначала оценить внешний вид модели как бы в готовом, отвернутом виде. Ну а теперь нужно выполнить отворот участка влацкана вокруг линии перегиба. Для этого выбираем команду формирования группы линий в левом меню экранных операций и получаем дубликаты указанных линий. Смещаем группу линий повыше и перезеркалим ее экранным переворотом вокруг линии перегиба влацкана. Совместим участки лекал по перегибу по четырем точкам, указывая попарно неподвижные и подвижные объекты сцепки. Теперь копируем группу линий на основное лекало командой «Копирование контура». В этой команде есть главный принцип работы – попарно указывать копируемый контур и рабочее лекало, куда контур копирует. И каждую эту пару щелчков разделяем щелчком правой клавиши мышки. И в самом конце указания пары элементов дважды щелкнем правой клавишей мышки для окончательного выхода из операции. Разрушаем группу линий, отодвигаем лекало, удаляем группу линий с экрана, только здесь важно удалять именно командой с сохранением изменений, со стрелочкой в карман, а не мимо кармана. Иначе с экрана уходит и лекало оригинала. Безымянные лекало при этом теряются. Для формирования линии отлета воротника можно сначала построить перпендикуляр к линии горловины воротника, но проще сразу построить линию эквидистанты, то есть параллели от всей линии горловины на заданный отступ, ширину отлета плюс ширину стойки. Указываем два места на участке, задавая таким образом направление движения от первой ко второй точке вдоль линии. И от этого направления для построения вправо положительная величина, влево отрицательная, в данном случае отрицательная, величина ввода минус 6 см, где 2 см ширина стойки, 4 см ширина отлета. При этом каждая точка, полученная кривой, отображается на эквидистанте по нормали, по перпендикуляру, а потому на конце линия может выглядеть кривовато, вследствие закругления нижней части фигурной линии горловины. Но мы ее просто используем потом для оформления всей длины отлета. Точки второго конца эквидистанта и горловины соединим прямой, получив отрезок середины воротника. А вот эту пляшущую точку отлета просто потянем в точку отвернутого конца воротника. Подправим кривизну линии с помощью команды сплайновой деформации. Здесь меняем количество красных рабочих точек с помощью стрелок клавиатуры и смещаем точки, придавая желаемую форму отлета. Но поскольку конец эквидистанта был искривлен, очень важно проконтролировать форму линии теперь по всем размерам разводки. Вызываем разводку хотя бы в одном росте, выводим на экран, совместим, сгруппируя ее в одной точке. Видим искривление в разных размерах на этом участке. Для придания единой кривизны формы отлета, подобной базовому размеру по всей разводке, выполняем команду переразмножения участка. Выполняем окончательный просмотр по размерам формы линии. Можно выполнить экранный переворот конструкции по линии перегиба Лацкана, указав линию перегиба, затем перегибаемую часть лекала. Если нужно, в этот момент можно вносить дополнительные коррективы во внешний вид и Лацкана, и воротника. И выполним обратный отворот повторным щелчком перегиба. Аналогично, как и линию отлета, можно нанести линию стойки от линии втачивания воротника, как эквидистанта. Высота стойки 2, 2,5 см по модели, здесь 2 см. Конец линии потянем в точку на горловине. Командой «Участок прямая» выпрямим часть этой линии. Для действия именно на части участка, нужно нажать и сразу отпустить клавишу «Контрол» на клавиатуре и указать две точки, между которыми выпрямим часть участка. И теперь командой «Сплайновой деформации» придаем желаемую кривизну линии стойки. И переходим к операции «Формирование по полученным линиям» лекал полочки и воротника. Выбираем команду «Моделирование собрать лекало». По умолчанию здесь установлен главный контур лекала, готовый вид. И поочередно указываем участки, которые составят нашу будущую деталь полочки с Лацканом. Обходим лекало по часовой стрелке, четко по порядку, участок за участком. Если на лекале нужно еще нанести внутренние контуры, то после указания последнего участка главного контура выбираем тип контура «Внутренний» и указываем нужный участок, например, линию пауза носа. Для отрыва этого контура от другого нажимаем режим «Следующий» и указываем, например, линию перегиба Лацкана. Добавим еще один контур, «Следующий». Он будет состоять уже из четырех участков талевой выточки. Обходим их по часовой стрелке. После сборки всех контуров щелкнем правой клавишей мышки. Таким же образом создаем лекало воротника. Указываем все участки воротника по часовой стрелке и добавим как внутренний контур линию стойки на воротнике. Организуем экран и удаляем с экрана рабочие лекала с линиями построения. Деталь – полочка дизайна. Вызвав окно параметров лекала, приступаем к именованию деталей, ведь безымянные лекала в базе не сохраняются. Выбираем материал вверх. Группа имен выбирается автоматически по текстовым совпадениям или прописываем ее сами, ручную при необходимости. И уже из этой группы имен в списке выбираем или пишем сами имя лекала. В – значит вверх, полочка. Контролируем количество деталей кроя. В – подтверждаем все параметры окончательства. Также именуем лекало воротника. Нижний воротник. При сборке долевая воротника по умолчанию соответствует долевой полочке, из которой была собрана деталь. Специальной командой установим долевую параллельно линии середины воротника, указав направляющий участок, затем просто само лекало. При этом направление долевой также считывается по часовой стрелке с указанного направляющего участка. Поэтому перевернем направление ворсок от лета. И еще командой пересортировки развернем лекало подолевой вертикально. Окончив формирование лекала воротника, можно вызвать на экран разводку, хотя бы в одном базовом росте. Видим, как размеры рассыпаны по экрану. И для удобства работы с лекалом, конечно, его лучше сгруппировать в одну точку. Можно это сделать временно командой вертикального экранного меню, но лучше выбрать команду блока сортировок верхнего горизонтального меню. Совместим лекало в шейной точке с возможностью сохранить эту ориентацию навсегда в базе. Можем также проконтролировать форму линий поразмерно с помощью нижней прокрутки размеров, нося при необходимости какие-то коррективы. Для создания верхнего воротника по форме нижнего можно использовать прием переменных швов. Для этого снимаем копию с детали нижнего воротника, она ведь нам тоже нужна. И командой построения швов на данной копии сначала в круговую по всем участкам установим нулевой припуск шва, просто для повторения формы лекала на производном контуре среза. Этим действием мы уже сформировали замкнутый контур среза. Но и не везде нам нужен нулевой отступ. Нужно еще сформировать припуск на перегиб воротника и на перекант, то есть переход края воротника под низ, чтобы скрыть шву в обтачивании отлета за отворотом. Для этого включаем на участке конца воротника тип шва переменный, когда работают две ячейки ширины шва, левая и правая, соответственно, начало и конца участка, по часовой стрелке. Итак, на конце воротника вводим в начале участка 0, в конце минус 3 мм, записать и построить параметр для текущего участка. Переходим к следующему участку, линии отлета воротника, и здесь в начале ширина минус 3 мм, в конце минус 6 мм. Записать и построить шов для текущего участка. Ну а теперь заменим тип полученного контура среза на главный контур готовый вид. Старый главный контур исчезает. Получили лекало с желаемыми припусками на переканты огибания от нижнего воротника. Командой параметров лекала именуем данную деталь материал верх, группа имен верх, имя верхний воротник, количество деталей 1. Таким образом получили лекало полочки с лацканом, верхний и нижний воротники. Сохраняем работу. И далее можно приступать к построению срезов, припусков на обработку.